А мы начнем тему прощения с одной иллюстрацией. Эта история произошла на самом деле, когда я уже внес служение во второй своей церкви. В этой церкви была пожилая пара. Муж был пастором до 1958 года. Они посещали эту церковь, как у них был совместный христианский книжный магазин. И вот я воспринимала их как просто обыкновенную супружескую пару. Пастор, который вышел на пенсию, и его жена. Но в 1990 году у мужа обнаружили рак. И это был быстрый, двигатель, и он не сталкивался. Этот драк развивался настолько быстро, что конец оказался фатальным. Я посещал его в больнице, и он всегда был очень рад меня видеть. И когда он находился дома, то я приходила к нему домой, и он тоже очень радовался. Но вот последнюю неделю перед его смертью он уже не мог общаться с людьми. И когда я пришел к нему домой, то жена ему сказала, вам не следует сюда приходить, мы не хотим вас здесь видеть. И я сказала, что я хотел бы хотя бы помолиться с ним. Она все равно сказала, мы не хотим тебя здесь видеть. И я вернулся в церковь. И я пытался сообразить, что же произошло с нашими взаимоотношениями, что же случилось. Что я сделал не так. Или что мне наоборот следовало бы сделать. И я отправился еще к одному пастору, чтобы с ним пообщаться. И еще один пастор хотел прийти к нему, и она ему то же самое сказала, что они не хотят его видеть. Он умер. И когда были покороны, то она выбрала другую церковь для того, чтобы там провели погребальное богослужение. И это служение проводил пастор, который даже этого человека и не знал. И она больше не вернулась в нашу церковь. Она больше там не показывала. И только вот спустя какое-то время я узнал, что на самом деле произошло. В 1958 году, когда ее муж ушел, можно сказать, в подставку, оставил служение пастора, жена почувствовала, что церковь обошлась с ними несправедливо. Естественно, что ее муж ничего не требовал. Он смеленно принимал все как есть. Но она думала, что то, что церковь предложила пастору в качестве, может быть, пенсии, в связи с его уходом, этого было недостаточно. Ну, что же происходило в ее жизни на протяжении вот этих 30 дней? То есть она все это время держалась вот за это чувство неисправедливости. И она постоянно проигрывала, как вот в видеофильм, проигрывала то, что произошло в своем разуме. Ее муж не стал бороться за право получить больше для того, чтобы обеспечить ее, например. И, естественно, что она ждала мщения. И вот потом у нее такая возможность появилась. И когда она почувствовала, что ее муж не в состоянии принимать решение, то она приняла самостоятельное решение. Я просто хочу сказать, что в нашем обществе очень много людей, которые живут подобных же обстоятельствах. Например, развод неудачный. Через 20 лет вы слышите об этом разводе, и такое ощущение, как будто человек разносся только вчера. Настолько свежие воспоминания. Потому что они в своем уме прокручивают эти события снова и снова. И они просто уверены в том, что необходимо отмещение, что необходимо добиться справедливости. И люди не отпускают вот это ощущение от себя. Они живут с ним. А однако, когда христиане не хотят отпустить вот эти чувства, то у нас возникает проблема. Потому что мы должны прощать так же, как и прощено нам. Правда? Иисус Христос говорил об этом. Павел писал об этом. И фактически это было повеление данное им. Это одна из причин, по которой я решил проводить вот этот семинар. Потому что я считаю, что в некоторых церквах есть люди, которые кого-то за что-то не простили. И, собственно говоря, оказывают очень большое влияние в церкви. Они собирают людей вокруг себя и снова и снова повторяют, рассказывают о том, как с ними несправедливо обошлись. Или как обители. Да, мы хотели бы начать с этой книги. Она есть на русском языке. Книга Джона Макартура. Я вообще не очень много читала того, что написал Тон Макартура. Но этот, я считаю, что эта книга отличная. И он задает несколько вопросов. Первый вопрос. Если христиане уже прощены, то почему им необходимо исповедовать свои грехи? Мы с вами знаем стих о том, что он удаляет от нас грехи так же далеко, как запад от востока. И тогда есть люди, которые считают, что без этого нет необходимости исповедовать грехи. Второй вопрос, который он задает, когда нам необходимо исповедоваться перед другими людьми, а когда нужно исповедоваться только перед одним Богом. И это к нам также относится, потому что мы считаем себя священниками. И мы знаем, что мы можем предстать перед престолом благодати и предстать перед Христом. Почему же тогда есть такой стих о том, что нужно исповедоваться перед другими? Зачем это нужно? Третий вопрос, который он задает, когда прощение должно быть условным, а когда прощение должно быть безусловным? Кто-нибудь из вас помнит иллюстрацию в Библии, где говорится об условном прощении? Да, если ты будешь прощать других, то будешь прощен сам. Условием. Да, это условное прощение. Если покажешься, то будешь прощен. Первое послание Каринтина, пятая глава. Мы к этому еще вернемся. Там говорится о том, что один человек пребывает в грехе, живет в грехе. И Павел призывает церковное дисциплине. И его ре-ентрия into the body of Christ, the fellowship of the church, occurs after repentance. И вот для того, чтобы восстановить этого человека в церкви, чтобы дать ему возможность вернуться в церковь, должно прежде быть покаяние, раскаяние. Четвертый вопрос. Как согласовывается учение Иисуса о прощении с его повелением наказывать людей, упрямо живущих в грехе? С одной стороны, он просит прощать, а с другой стороны, говорит, что это нужно обличить. И вот фрагмент из писания, который Макартул считает основанием для своей книги, это 2 Коринфянам, пятая глава. 1 Коринфянам, пятая глава. Verse 21. Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделали справедными пред Богом. А так как мы оправданы Христом, и вот мы имеем такое положение, оправданы перед Христом, то мы должны еще помнить о том, что мы теперь новое творение. Verse 17. Об этом говорится в 17 стихе той же главы. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь еще новое. А все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступлений их. Когда мы веровали в Иисуса Христа, когда мы раскаялись и покаялись в своих грехах, винили Его своим Спасителем и Господом, что произошло с нашими грехами? Брехи прощены. Они релят. Мы очищены от них. Мы очищены от них. И можно сказать, что этих грехов уже нет. Они долены. Мы становимся новой личностью, новых трой. Если мы теперь новое творение во Христе, и наши грехи прощены, то тогда логическим последствием этого должно стать то, что мы сами должны быть людьми прощающими. Но для того, чтобы это произошло, мы должны признать тот факт, что мы сами грешники, нуждающиеся в прощении. Я хочу нарисовать диаграмму. Некоторые из вас, наверное, ее уже видели раньше. Я получила диаграмму от Чака Свинделла. И это имеет отношение к первым главам послания Кремлина. Если хотите, откройте, пожалуйста, позвание Кремлина. Мы не будем распространять весь вечер на это, но я думаю, что это важный момент. Вот это остров греха. И в первой главе, начиная с восемнадцатого стиха, Павел объясняет, на что похожа жизнь в этой нижней части острова. То есть это вот та часть, где живут настоящие грешники. Они не просто согрешают, а грех становится для них предпринимательством. Они не просто грешат сами, они хотят, чтобы к ним присоединились и другие люди. Они как бы вот их приглашают. Три раза, апостол Павел говорит, что Бог предал их греху. И вот эти вот перечисления греха становятся все хуже и хуже. И те, кто из вас находился в тюрьме, наверное, могут сказать, что это одно из таких мест, где находятся такие люди, которые не просто сами грешили, но и других привлекали, других увлекали за собой. А вот где-то посередине острова. Живут люди, которые грешат, но они не осознают того, что они грешники. И part of the reason is that their conscience keeps them from doing things. They have a strong sense of conscience. У них есть чувство совести. И время от времени совесть мешает им делать то, что они хотели бы сделать. Now, they are better than the people down here. Кто-то говорит, что они лучше, чем вот эти грешники, которые живут внизу. И не зная писания, однако они могут жить нравственной жизнью и принимать какие-то нравственные решения. Однажды это все только благодаря тому, что у них еще здоровая совесть. А вот наверху этого острова верхние части живут религиозные люди. Они знают Божье Слово. Они знают Божье Слово. И они лучше, чем те, кто живет в середине острова. И естественно, намного лучше, чем те, которые живут на земле. И, наверное, Бог очень рад, что есть такие люди. Но, Павел говорит о таких людях, что у вас есть Писание, вы проповедуете Писание, однако по Писанию не живете. И он даже говорит о том, что вот посмотрите на тех людей, которые живут в середине этого острова. У них и Писание-то нет, они Слово Божьего не знают, однако с нравственной точки зрения их поведение намного лучше, чем ваше. И они говорят, что у вас есть все преимущества, если у вас есть Писание, если только вы по Писанию живете. Но если вы не живете, как Писание, то тогда вы нарушаете те обязанности, которые на вас возлагаются. Уже несете ответственность за это. И вот после этого Павел приходит к такому выводу, что все согрешили. Да? Да. Это его заключение. Это его заключение. И он говорит о том, что в нем Божий явится на этот остров греха и зальется на этот остров. И это важно для нас, чтобы куда-нибудь убежать. Мы можем построить саму лодку для того, чтобы с острова уплыть. Мы можем работать вместе с другим, чтобы построить лодку для того, чтобы уплыть. Но Павел говорит, зачем вы это делаете, если уже есть мост, по которому можно перейти? Зачем строить лодку, если есть мост? И вот этот мост – это место Иисуса Христа. Который соединяет нас с другим местом, где существует вечная жизнь. То есть вот в этот момент мы признаем, что мы грешники. И что мы те люди, против кого грешили другие. Потому что все мы жили на одном острове, на острове греха. Но после того, как человек перешел вот на это другое место обитания, почему бы он выбрал вот это место, почему же он тогда не выбирает так же и новую жизнь? То есть жить в соответствии со своей новой природой. А вот здесь мы уже новое творение во Христе. Наши грехи прощены. И нам дорога на небеса. Что касается жены того пастора. У нее была проблема с питанием вот в этом месте. Потому что она желала отмщения. Что Павел говорит в послании к Римлянам об отмщении? Отмщение в Господу. Бог может явить справедливость, и Он творит справедливость, но нужно это верить в Его руки. А если этого не будет, то можно сказать, что наша душа заражена образно, заражена раком, и наша духовная жизнь, она воплощается этим раком. И вот эта тема у нас будет продолжаться на протяжении всей книги Макартура, мы будем некоторые отрывки с ней проходить. Вначале мы все с вами слышим плохую весть о том, что все мы согрешили, и все лишены славы за жизнь. Но после этого мы с вами слышим плохую весть о том, что мы получаем примирение с Богом. И это то, что Бог сделал для нас. И он дает нам, веряет нам в служение и примирение. И вот в Иисусе Христе мы также получаем новые отношения с автором нашего искупления. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Далее следует вопрос. Некоторые люди говорят, раз все грехи прощены, прощены и прошлые, и настоящие, и будущие грехи. Значит, нет необходимости исповедовать грехи. Потому что Бог все равно уже простил все. Что мы скажем на это? Согласны ли мы с этим? Нет. 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 емонр В пятой главе мы читаем о том, что нет больше осуждения. В пятой главе в первом стихе написано о том, что мы оправданы верой. Это описание того места, где мы сейчас с вами находимся. В шестой главе задается такой вопрос. Раз уже Бог нас просил, может быть стоит и дальше грешить, ничего не бояться. А в восьмой главе как раз и говорится, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. А как же мы тогда согласовались с тем, что написано в первом послании Иоанна? В первом главе в первом стихе. Вы знаете, что там написано? Нет осуждения нам, то есть верующим христианам, которые прощены. Нет осуждения с миром всем. Но исповедоваться нам надо, потому что мы имеем греховную человеческую природу, грешение. Иоанна. Из-за того, что мы видим три раза, А вот в английском тексте также и в английском тексте трижды, начиная с шестого стиха, говорится «если», а в русском больше. Например, шестой стих, «если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во сне, то молжем и не поступаем по истине». Если же ходим во свете подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Да, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и это как бы вот действия продолжающиеся. Если мы находимся в общении с Ним и друг с другом, а если мы ходим во свете, и наши отношения возрастают, то это просто естественно для нас видеть наши грехи и исповедовать их. А восьмой стих, «если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». И вот следующий стих, девятый, «если исповедуем грехи наши, то Он, будучи уверен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправдой». Восьмой стих, «если говорим, что мы не загрешили, то представляем Его живым, и Слово Его нет в нас». Джон Макарфур говорит об этом следующее, что по своему положению мы оправданы во Христе. Мы уже ушли из этого острого греха, и нет причины жить на новом месте, так как мы живем раньше. У нас теперь такие взаимоотношения, как в семье взаимоотношения детей с отцом. Мы знаем о том, что мы можем огорчить Святого Духа, что мы можем угостить Святого Духа, и что мы можем опечалить Бога. И вот в первой главе послания Иоанна, первого послания Иоанна в девятом стихе, как раз говорится о том, что нужно сделать для того, чтобы эти взаимоотношения восстанавливать. Правильно? Правильно? Правильно. Правильно. И вот на этом моменте… … 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 Иисус Христос говорил об этом, когда давал обрадец молитвы, отче наш. Ученики попросили, чтобы он научил их молиться, и он начал со слов, отче наш. Не просто мой отец, а вот именно отче наш. И в середине этого момента он говорит прости нам молитвы, которые мы прощаем долги нашим. Если я действительно молюсь этой молитвой, и я понял, что у меня есть бред, и отчаяния, и отчаяния в жизни, и отчаяния в жизни, и отчаяния, и отчаяния, и отчаяния. То есть я могу, например, сказать человеку, действительно с тобой обошлись очень несправедливо. Однако это все равно не предоставляет нам свободы не прощать другого человека, только из-за того, что грех совершенный против вас был таким жестоким. So then there are people who say, the Lord's prayer is not for us today. That it was directed to Jews in the Old Testament. Now, here's a question. People forgiven in the Old Testament were forgiven in a different way than people in the New Testament? Where is the Old Testament, a person redeemed by performance, and the New Testament redeemed by grace? If you go to Hebrews, without the shedding of blood there is no remission of sin. So there were the institution of the Passover and the issue of the shedding of blood. And you've got one goat or lamb that has the confession of their sins upon him, and he's sent out into the wilderness. Which is an illustration of sins taken away from the world. And yet the sacrifice of the perfect lamb changed his life. Well, MacArthur at that point says that we are all forgiven in the same manner, whether Old Testament or New Testament. But it involves an acknowledgement that we are sinners in need of a Savior. Now, I think this pastor's wife did not conclude that she was a sinner. She was sinned against. Consequently, she had a issue of the financial justice. And that's the only way that I can see that you can hold on for something for 32 years. I mean, that is a long time. It's a very long period of time. So long-term, but it's not a long time. Anyway, thank you, so much. To visit us, please. Thank you. Thank you. To visit us, please visit us if you are a person.